привет меня зовут аделья я преподаватель профильной математики в школе омску в этом ролике мы с тобой разберем неравенство из ященко 2023 года а именно из 9 10 11 12 вариантов вообще кто уже заметил тенденцию да мы не первый ролик выпускаем по поводу неравенств от всех нас преподавателей если вам необходимо посмотреть например неравенство из первого варианта или из четвертого вы можете пониже посмотреть видео и я думаю там найдете тот который нужен ну а перед тем как начать я конечно всем угадайте как обычно рекомендую прийти на мой телеграм-канал называть терпыми чертами саделей там я намного больше рассказываю о математике даю те или иные советы если об этом не спрашивают ребята также именно там я подробнее говорю про подготовку со мной с нуля который именно сейчас между прочим можно получить на курсе flash чуть позже еще о нем подробнее расскажу прям в этом ролике и также в закрепленном сообщении если потыкать можно найти все о формулах тригонометрии себе скачать и собственно не сомневаться в том что что-то можно упустить там есть все без ненужных непонятных вещей которые есть в интернете а там только то что действительно может даже чисто гипотетически встретиться нам на экзамене ну что давайте начинать и посмотрим на первое скажем так для нас тут же девятый вариант да но в сегодняшнем уроке это будет первое неравенство мы видим что она логарифмическая да естественно когда мы видим логарифмы еще в аргументах мы видим x то мы помним что аргументу логарифм он строго больше нуля да то есть это по определению также мы смотрим на основание и здесь видим что что они все на эту секунду разные но на самом деле можно сразу заметить что 4 это 2 в квадрате корень из двух это 2 в степени 1 2 и 0,25 это 1 4 это значит 2 минус 2 степени то есть на самом деле все не так уж и страшно ну давайте перепишем это неравенство есть как мы будем оформлять на егэ ребят как я сейчас буду делать так можно все писать и на егэ вам засчитают полный балл и все будет классно то есть если вдруг кого-то такой будет вопрос а точно так можно егэ оформлять я бы вам тут не писала если так нельзя было и так пишем 14 задачу то есть как бы мы оформляли на егэ и переписываем сам пример 4 умножить на логарифм ну и сразу давайте как-то покажем что 0,25 это у нас 2 в степени минус 2 пока свойства не применяю потому что видите не прописал ограничение лиодезы но могу как-то быстренько преобразовать степени в основании от этого суть не изменится логарифм по основанию корень из двух это 2 в степени 1 2 от минус единица минус x плюс 4 умножить на логарифм по основанию 2 квадрате от x квадрате минус единица меньше или равно а тут так и остается логарифм по основанию 2 от x квадрате так что теперь будем делать вот теперь конечно начале стоит прописать одезы кто боится аббревиатуры одезы ограничение условий ребят бояться не надо надо главное все оформить правильно то есть просто именно к одезы как многие говорят учителя в школах а требуется более внимательное оформление то есть если вы что-то не выпишите в одезы то есть например выпишите эти две а это не выпишите то это опасно то есть имеется ввиду да тут одно может быть с учетом другого как-то уйти если так получится это классно если вы не выпишите так и не получится это плохо за это могут действительно поставить 0 баллов просто будьте аккуратны мы видим сейчас что везде в аргументах у нас есть x и аргумент должен быть строго больше нуля поэтому давайте себе это и пропишем то есть пишем одзе и что получаем то есть единицы минус 4x больше нуля дальше минус 1 минус x больше нуля дальше x квадрате минус один больше нуля и x квадрате больше нуля и так все это в системе естественно да потому что если что-то одно не выполняет все нашу дызы полетит так здесь можно единичку перенести тогда получаем минус 4 икс больше минус единицы здесь минус единичку переносим получаем минус x больше единицы здесь переносим минус 1 получаем x квадрате больше единицы хотя нет здесь лучше так не делать здесь наверное надо раскрыть до по формуле сокращенного умножения это у нас разность квадратов. То есть это будет x-1 умножить на x плюс 2, x плюс 1, а больше нуля. А тут в каком случае у нас число в квадрате строго больше нуля? На самом деле всегда кроме нуля, потому что 0 в квадрате это 0, а 0 не может быть больше нуля. Ну так вот, поэтому сейчас решением данного неравенства будет x не равно нулю. Ну и все это также в системке. Можно, ребята, вот такую стрелочку ставить. Эта стрелочка просто говорит, что из одной системы мы получили другое. Теперь здесь я все поделю на минус 4. Когда мы делим на отрицательное число, знак неравенства меняется. То есть будет x меньше минус 1 мы делим на минус 4, это будет меньше 1 четвертый. Здесь мы делим тоже на минус, тогда у нас получится x меньше минус единицы. А это неравенство мы пока перепишем отдельно, его решим. x плюс 1 больше нуля. И тут все так же остается x не равно нулю. Так, прекрасно. У нас получились вот такие неравенства, которые я, наверное, рекомендую отдельно расписать каждого решения. То есть я прям подробно буду, чтобы каждому было понятно. Вы, ребята, кто какие-то моменты понимает, просто можете их быстрее прописывать. Или что-то даже, например, типа устно решать. Вот наше ОДЗ. Но мы еще его не решили, да? То есть мы не пересекли его полностью. Так, тогда получается у нас что? У первого x меньше 1 четвертый. Меньше 1 четвертый или там все какие-то красивые целые числа. Давайте сразу 0,25. То есть у нас на числовой прямой оси x мы понимаем, что это 0,25 выколотая. И в минус бесконечность, да? Ушли. А выколотая, потому что знак неравенства строгий. Второе. Это получается x меньше минус 1. x меньше минус 1. Здесь смотрим на минус 1. Меньше это отсюда и в минус бесконечность. Вот третье. Поинтереснее, да? Уже разложили на множители. x минус 1 умножить на x плюс 1. И, соответственно, сейчас что имеем? Имеем две точки. Это у нас все больше 0, то есть строгий знак, да? Значит, выколотый минус 1 вот здесь получается. И здесь 1. Тот, кто у меня занимается, прекрасно знает, что я сейчас скажу. Скажу, ребят, ну что? Тут нам в помощь либо, конечно, понимание того, что это парабола, да? Ветви, которые направлены вверх. То есть вот так это будет. Либо тот самый крутой способ определения промежутков знака постоянства. Особенно он классно работает, когда у нас будет, например, несколько таких произведений множителей. Итак, перед 7х стоит знак плюс, поэтому в крайнем правом промежутке будет плюс. А потом все корни, да, которые здесь представлены, они все нечетной кратности. То есть у нас сейчас данный множитель в первой степени, этот тоже в первой, поэтому везде будет просто чередование. Следовательно, нам нужно то, что больше нуля. То есть это вот здесь и вот здесь. Ну и последнее, это просто х не равно нулю. Ну то есть у нас выколотый ноль. Ну вот здесь мы можем его обозначить. Вот он, выколотый ноль. Просто показываем. То есть мы здесь показали решение третьего и четвертого. Ну, теперь нам надо это все пересечь и понять, где они реально все пересекаются. То есть найдем пересечение первого тире четвертого. Итак, что получаем? Получаем, значит, от минус единицы. Давайте начнем 0,25. Отсюда и в минус бесконечность. Дальше от минус единицы в минус бесконечность. И также еще есть от минус единицы в минус бесконечность. И от единицы в плюс бесконечность. То есть вот этими рамками я обозначаю как бы решение. И также, что вот у нас еще тут есть? Это ноль выколотый. Ну, ноль выколотый как-то и так, и так не войдет в решение. Ну ладно, окей, обозначим. И теперь смотрим, что мы видим. Мы как раз таки видим, что у нас все три неравенства, вот где мы видим знак неравенства, пересекаются только в этом промежутке. То есть вот, от минус бесконечности до минус единицы. А 0 это уже не неравенство, это просто выколотая точка. Значит, по сути, решение вот этого, скажем так, четвертого, это будет вся числовая ось ОХ, кроме нуля. Ну так вот, если мы ее всю вот так сейчас обозначим, то и четвертое наше а-ля неравенство тоже здесь пересечется. Здесь они не пересекаются, здесь никто не пересекается, ну и 0 нам это выколотой не нужно, потому что мы его не учитываем. Поэтому полноценное ОДЗ, это х принадлежит от минус бесконечности до минус единицы. То есть вот оно само по себе ОДЗ. Теперь идем дальше и смотрим на неравенство. Кто-то сейчас такой, жесть, конечно, ОДЗ, это мы еще только ОДЗ решили. Да, на самом деле я его просто подробно писала. Я думаю, многие из вас его намного быстрее могут решить. Теперь посмотрим на то, что же можно сделать. Как раз-таки сейчас, я думаю, можно все вот эти вот степени, да, показатели степеней вынести за логарифм. Вспомнив, что логарифм по основанию А от В, где А в степени П, это то же самое, что единица, деленная на П, умножить на логарифм по основанию А от В. То есть у нас показатель степени из основания логарифма выносится как бы в знаменатель. Поэтому теперь имеем 4, деленное на минус 2, умножить на логарифм по основанию 2. И что тут будет от единицы минус 4х? То есть, сейчас еще раз, да, единица минус 4х. Дальше будет минус 1, а вот единицу мы делим на 1, вторую, значит, это будет просто 2. Минус 2 умножить на логарифм по основанию 2 от минус 1 минус x. Минус 1 минус x. Далее, я просто все аккуратно прям делаю. Плюс 4 мы делим на 2. 2 умножить на логарифм по основанию 2 от x в квадрате минус 1. Ну и, соответственно, тут получаем меньше или равно. Тут все остается логарифм по основанию 2 от x в квадрате. Так, ну, теперь идем дальше. И что видим? Видим, что сейчас можно хотя бы преобразовать чиселки, а дальше уже посмотреть, как будем работать. Так, здесь тогда получается минус 2 логарифм по основанию 2 от единицы минус 4х. Минус 2 умножить на логарифм по основанию 2 от минус 1 минус x плюс 2 умножить на логарифм по основанию 2 от x в квадрате минус 1. Меньше или равно логарифм по основанию 2 от x в квадрате. Почему я пока у этого логарифма ничего не переношу? Ну, потому что как-то и не надо, я думаю, на эту секунду. Даже, например, видно, что сейчас у нас около всех этих логарифмов стоит двоечка. Может, ее за скобки вынесем, а потом все наши логарифмы, причем они будут с одинаковым основанием, мы сможем зато преобразовать. И, наверное, я даже минус 2 вынесу за скобки. То есть минус 2 выносим за скобки, тогда здесь с плюсом остается логарифм по основанию 2 от 1 минус 4х. плюс логарифм по основанию 2 от минус 1 минус х. И здесь тогда будет минус логарифм по основанию... Почему минус? Потому что я минус 2 вынесла, а тут было плюс. А х в квадрате минус 1, все это в скобочках, меньше или равно логарифм по основанию 2 от х в квадрате. Так, теперь... Вот это, может быть, мог подумать, Аделя, вот этот х в квадрате можно вынести? Если только мы поставим модуль. Но с учетом того, что у нас здесь промежуток от минус бесконечности до минус единицы, мы бы раскрыли модуль отрицательный. В принципе, можно было бы, конечно, сделать. Но, ребята, я пока не буду так рисковать. Ладно, я лучше вот здесь спокойно пока все преобразую. И что мы получим? Мы тогда получаем... Здесь складываются логарифмы с одинаковым основанием, а здесь из этих двух логарифмов как бы еще вычитается. То есть, значит, мы можем вспомнить свойства, когда у нас логарифмы складываются, их аргументы перемножаются. И потом просто мы еще разделим на этот аргумент идеально. То есть, минус 2 умножить на логарифм. Значит, будет 1 логарифм по основанию 2 от... И вот тут. 1 минус 4х умножить на минус 1 минус х. То есть, здесь применяю свойства логарифма. То есть, записываю в виде одного и перемножаю. Но потом, когда мы из него будем вычитать этот логарифм, мы еще все это произведение поделим на х в квадрате минус 1. И все это меньше или равно логарифм по основанию 2 от х в квадрате. Так, ну этот минус, конечно, нам не туда и не сюда. Что вот с ним делать? И что все-таки делать с этим квадратом? Можно ли его вынести? Давайте попробуем. То есть, ничего страшного не будет. То есть, квадрат все-таки выносим. Но не забываем поставить в начале модуль. Так будет честно. А здесь, смотрите, как делаем, ребята. Здесь минус мы занесем в показатель степени вот сюда. Значит, у нас все просто перевернется. Окей, надеюсь, это все понимают. И при всем при этом двоечку оставим, чтобы потом двойки у нас сократились. 2 умножить на логарифм по основанию 2. Здесь тогда получится х в квадрате минус 1 делим на 1 минус 4х умножить на минус 1 минус х. Все это меньше или равно. И тут двойку выношу, тоже по свойству логарифмов. Получаю логарифм по основанию 2 от модуль х. И вот только после того, что мы знаем, что из себя представляет ОДЗ, то есть после того, как мы так и записали модуль, потом можем уже говорить, как мы конкретно раскрываем этот модуль. У нас модуль что? Модуль х. Если бы у нас выражение под модулем было больше или равно нуля, то мы раскрывали бы модуль положительно. Но так как сейчас у нас представлен, что под модулем выражение, которое будет точно отрицательно в силу ОДЗ, потому что ОДЗ от минус бесконечности до минус единицы даже на нуля не дошло, то у нас модуль раскроется однозначно с минусом. Значит, что мы получим? Мы получим 2 умножить на логарифм по основанию 2 от х квадрата минус 1, делим на единица минус 4х умножить на минус 1 минус х. Все это меньше или равно, и тут 2 умножить на логарифм по основанию 2 от минус х. И вот тут можно было написать в силу ОДЗ от минус бесконечности до минус единицы. Модуль. Раскрываем. Раскрываем. Двоеточие. И вон там мы раскрыли. То есть мы сейчас у х приписали минус. Да? Понятно. А вот теперь мы видим, что на двойку можно поделить. Красота. И у нас останется просто логарифм по основанию 2 от х квадрата минус 1, делим на единица минус 4х умножить на минус 1 минус х, меньше или равно логарифм по основанию 2 от минус х. И вот сейчас, так как у нас два одинаковых логарифма в плане того, что с одинаковыми основаниями стоит в правой и в левой частях, и в силу того, что у нас 2 больше единицы, то мы можем логарифмы убрать, и при этом знак неравенства не поменяется. Вот этот момент не обязательно записывать, а оно для вас желательно. Потому что, ребята, если бы тут была одна вторая, вы бы поменяли знак неравенства, а значит, у вас бы каким-то образом поменялся ответ. Ну так вот, тогда у нас получается х в квадрате минус 1 делим на единица минус 4х умножить на минус 1 минус х. Все это меньше или равно минус х. Ну и теперь, наконец-таки, мы дошли до рационального неравенства, которое будем решать. Итак, здесь остается х в квадрате минус 1 делим на единица минус 4х. И тут минус 1 минус х. Ой, мне так хочется, на самом деле, здесь минус вынести. Тут тоже минус вынести, он окажется плюсом. Здесь окажется х плюс 1, тут окажется х минус 1 на х плюс 1. Их можно поделить друг на друга, да, потому что, если что, мы уже сделали ограничение. Но, может быть, на всякий случай прописать, что у вас х не будет равен минус 1, но это уже есть, на самом деле. Вот, то есть, когда уже само по себе в дроби сокращаются, да, какие-то множители, а в этом нет ничего страшного, то есть, это можно делать. Вот искусственно самому делить на что-то нельзя, если сокращается, так можно. Может, так и сделаем, то есть, плюс х запишем, меньше равно нуля, и попробуем преобразовать. То есть, здесь у нас будет формула сокращенного умножения. Это будет х-1 умножить на х плюс 1. Внизу, вон, минус вынесу за скобку, останется 4х плюс минус 1. То есть, минус вот так будет, и останется 4х минус 1. И здесь минус вынесем за скобку, тогда у нас окажется еще умножить на минус единицу умножить на х плюс 1. Еще это плюс все х, да, меньше ли равно нуля. Во! Видим, что у нас эти две скобки сокращаются, но так как одна из них была в знаменателе, и типа мы такие сейчас избавились от знаменателя, но это не так, да, мы все-таки должны прописать, что х плюс 1, главное, что не должен равняться нулю. Или х у нас не равен минус единице, но это и так учитывается в ограничениях, поэтому мы можем сильно не переживать. И в конце концов, почему можно спокойно сокращать? Ну, потому что эти две скобочки, да, по правилу, скажем так, рациональных неравенств, когда мы из дроби переходим в, ну, допустим, произведение, кто-то решает такими способами в школе, мы увидим, что эти две скобочки будут в квадрате. Раз они в квадрате, у нас знак около этого корня, около минус единиц, меняться не будет. Вот, поэтому как бы сейчас вреда нам эти две скобки не представляли. А вот теперь минус на минус нам дает плюс, получаем х-1 делим на 4х-1 плюс х меньше или равно нуля, и можно привести все к общему знаменателю. Он уже будет намного проще. Тогда х-1 плюс 4х в квадрате минус х, да, будет. Делим это все на 4х-1 меньше или равно нуля. Ну, и тут что мы видим? Мы видим сейчас, так, х-х уходит, а тут что остается? Сейчас я проверю. Да, тут остается 4х в квадрате минус 1. Делим на 4х минус 1. И все-таки у нас это не одинаковые, да, скобочки. Очень жаль, очень хотелось бы. Ничего хорошего не было, на самом деле. Вот, и мы должны сейчас, наверное, вот эту разбить на множители, а, ну, собственно, эту так пока и оставить. То есть, наверху формула сокращенного умножения будет 2х-1 умножить на 2х плюс 1. А внизу у нас будет 4х-1, все это меньше равно нуля. Какие будут корни? Если мы это приравняем к нулю, получим 1 вторую. То есть, где-то вот здесь закрашенная 1 вторая. Здесь получим минус 1 вторую, тоже закрашенную. А здесь получим 1 четвертую, выколотую, да. Ну, и смотрим на знаки. Перед 7х стоит знак плюс, поэтому в крайнем правом промежутке будет плюс. Ну, и потом будет чередование, это видно, да. И нам нужно что? То, что меньше или равно нуля. Меньше или равно нуля, это от 1 четвертой до 1 второй. И от минус бесконечности до минус 1 второй. Но у нас что? У нас сейчас есть ОДЗ. А от минус бесконечности до минус 1. И сразу можно сказать, с учетом ОДЗ мы что получаем? Получаем от минус бесконечности до минус 1. Только вот где у нас пересеклось решение. Да, ребят, грубо говоря, у нас решение это и есть ОДЗ. Очень грустно, потому что мы так много пыхтели, решали, а в итоге получили решение самого ОДЗ. И, кстати, у кого-то может возникнуть вопрос, а можно ли решение записывать вот здесь, да, например, учитывая то, что здесь ОДЗ не выполняется. Ребят, так как я не применяла обобщенный метод интервалов, а я рационализировала наше неравенство, то да, можно вначале его решить, а только потом наложить ограничения. Вот если бы вы где-то здесь сказали, вон, вон там еще, вот здесь там где-то, да, сказали, просто все приравняем к нулю, то есть к друг другу там или к нулю, да, вот, нет, не здесь, вот где еще логарифмы были, то это было бы опасно. То есть если бы вы не перешли к множителям, вы должны бы были на основе ОДЗ решать ваше неравенство. А сейчас я могу именно таким образом все оформить, и это будет правильно. Поэтому ответ в этой задаче от минус бесконечности до минус единиц. Ну, в общем, какое-то прямо печальное задание в плане того, что у нас сейчас, ребят, я на всякий случай проверю себя, все ли у нас хорошо получилось. Да, ответ верный, и мы большие молодцы. Ну что, смотрим тогда на следующее неравенство, и я думаю, его уже мы сможем порешать чуть быстрее. И, соответственно, тут аналогичная ситуация, нужно взять и преобразовать, да, вон все к пятеркам, а потом все свести к множителям, да, то есть, в общем, точно такую, очень похожую на задачу, которая была только что. Просто здесь в другом порядке они расставлены, в таком порядке можно тоже работать. И также не забывая про ОДЗ, да, которая нам важна. Значит, пишем 14-я задача. Логарифм по основанию 5 от х в квадрате плюс 4 умножить, и вот здесь сразу запишем логарифм по основанию 5 в квадрате от 6 минус 2х, больше или равно логарифм по основанию 5 от 1 второй, х в квадрате минус 4 плюс 2 умножить на логарифм по основанию 2 десятых, это 1 пятый, то есть это 5 минус первой степени, а 2 минус х. Ребят, в принципе, можете даже остановить видео, попробовать самостоятельно решить этот пример, а потом со мной сверить. Таким образом, мы как будто с вами только что решили пример, вы сделаете домашку, попробуйте. Так, значит, ОДЗ, и все такие, ага, сейчас, Адель, давай, решаем вместе, не хотим одни решать. Х в квадрате больше нуля, 6 минус 2х больше нуля, х в квадрате минус 4 больше нуля, и 2 минус х больше нуля. Так, значит, тут это уже нам знакомо, видите, как хорошо, х не равно нулю. Тут 6 переносим, получаем минус 2х больше минус 6, тут раскладываем, по форме сокращенного умножения, х минус 2 умножить на х плюс 2 больше нуля. Тут переносим, получаем минус х больше минус 2, и все это в фигурных скобочках. Дальше, все так же х не равно нулю, здесь делим на минус 2, получаем х меньше минус 6, делим на минус 2, это будет 3. Здесь, ну, пока перепишем, потом так же будем все пересекать, значит, больше нуля. И тут делим на минус, получаем х, значит, меньше 2. Так, теперь, это первое, это второе, это третье, это четвертое. Видите, да, то есть, в силу того, что мы уже и так это делали, вопросов пока, я думаю, не возникает, да. И теперь нам нужно отдельно расписать решение каждого и их пересечь. Итак, решение первого, х не равно нулю, это значит, вся числовая ось у х, кроме нуля. Решение второго, х меньше 3, х меньше 3, это от 3 и в минус бесконечность. Решение, а, это второго было, решение третьего. Х минус 2 умножить на х плюс 2, все это больше нуля. Ну и тогда что получаем? Получаем здесь выколотую двойку, минус двойку и двойку. Раз больше, тут будет вообще плюс-минус-плюс, и у нас вот тут вот решение, да. Ну и, соответственно, четвертое, это х меньше 2. Х меньше 2, это значит от 2 и в минус бесконечность. Ну и теперь найдем, найдем пересечение первой-четвертой. Что получаем? Получаем тогда, тут будет минус 2. Так, значит, и 2, можем сразу отметить, наверное, да. То есть вот здесь у нас были решения, это я сейчас решение третьего отмечаю. Теперь решение первого. Ну, собственно, просто выколотый ноль и, ну, как бы вся числовая ось у х, это и так понятно. От 3 и в минус бесконечность, то есть вот от 3 и в минус бесконечность, и также еще от 2 и в минус бесконечность. Все же правильно? Да. Вроде все правильно. Ну и тут видно, что видно, что у нас ОДЗ, то есть выполняется вот здесь. То есть пересечение у нас только будет от минус бесконечности до минус 2. И кто-то скажет, Адель, мы можем сразу писать ответ от минус бесконечности до минус 2, потому что подобно, как в предыдущем примере будет. Ребят, это, конечно, все весело, да, но так на ЕГЭ говорить нельзя. И на ЕГЭ мы до этого не будем решать такой же пример, да, ну, что-то типа аналогичный этому. Поэтому нам надо дальше преобразовать наше неравенство. Везде, значит, степени вынесем. И давайте я тут уж как-то побыстрее все сделаю. То есть здесь оставлю логарифм по основанию 5 от х квадрате. А здесь двоечку выношу вперед и 4 делим на 2. Это будет 2. Вот сразу этот момент сделаю. Плюс 2 умножить на логарифм по основанию 5 от 6 минус 2х. 6 минус 2х. Дальше. Больше или равно. Так, мы получаем здесь. Одну вторую выносим. Это у нас будет единица делена на одну вторую. То есть 2 умножить на логарифм по основанию 5 от х квадрате минус 4. То есть тогда получаем 2 умножить на логарифм по основанию 5 от х квадрате минус 4. И здесь, значит, уже будет минус 2 умножить на логарифм по основанию 5 от 2 минус х. Так. Ну, что мы видим? Видим, что здесь тоже можно двоечку как бы вынести вперед, но не забываем про модуль. Тогда у нас везде будет двойки, на которые мы можем поделить. Прямо как в предыдущем неравенстве. То есть имеем 2 умножить на логарифм по основанию 5 от модуль х плюс 2 умножить на логарифм по основанию 5 от 6 минус 2х. Больше или равно. Теперь будет 2 умножить на логарифм по основанию 5 от х квадрате минус 4 минус 2 умножить на логарифм по основанию 5 от 2 минус х. Здесь я уже не буду как-то что-то в одну сторону все переносить. Я думаю, прям так можно и сделать преобразование, и все у нас будет хорошо. То есть мы делим на 2. Помним, что сила ОДЗ, даже это можно не прописывать. У нас с вами модуль раскроется с минусом, потому что наш именно модуль, так как содержит х, сейчас раскрывается с плюсом, если х будет больше равно 0, но у нас х не больше равно 0. Вон, х принадлежит от минус бесконечности до минус 2, то есть отрицательным числом. Поэтому у нас х должен раскрыться с плюсом и, соответственно, с минусом. И, значит, тут получаем логарифм по основанию 5 от минус х плюс 2, а 2 уже нет. Логарифм по основанию 5 от 6 минус 2х. Больше или равно, раз поделили на положительное число, логарифм по основанию 5 от х квадрате минус 4 минус логарифм по основанию 5 от 2 минус х. И теперь мы просто видим здесь, логарифмы складываются, значит, аргументы перемножаются. Здесь делятся, значит, аргументы, точнее, здесь вычитают, значит, аргументы делятся. Здесь тогда имеем логарифм по основанию 5 от минус х умножить на 6 минус 2х. Вот, это все один логарифм больше или равно, логарифм по основанию 5, а здесь мы будем делить. То есть х квадрате минус 4, а тут можно сразу вынесу минус за скобочку, как будто. И у нас зато останется минус х минус 2, да, то есть минус умножить на х минус 2. Таким образом, возможно, сейчас тоже что-то сократится. И это не будет влиять на наше ОДЗ, потому что у нас и так ОДЗ там от, скажем так, минус бесконечности до минус 2. Вот, значит, тут теперь можем убрать логарифмы, так как 5 больше единицы знак неравенства не поменяется. Здесь будет минус х умножить на 6 минус 2х больше или равно, а тут запишем, как х минус 2 умножить на х плюс 2 делим на минус х минус 2, где мы сейчас эту скобочку сократим, но не забывая прописать, что х не равно 2. Но опять же, ребят, я могу с такой легкостью это делать, и, в принципе, я бы это сделала и в других неравенствах, потому что я, во-первых, указываю, что наша х при этом не должна быть равна 2, да, мы про это не забываем, а, во-вторых, ее и так не будет из-за ОДЗ, да, то есть поэтому у нас это особо не повлияет на ответ. И, соответственно, теперь это только остается. Здесь раскрываем скобочки, у нас будет минус 6х, минус на минус нам дает плюс 2х в квадрате, больше или равно, и тут получаем х плюс 2. Так, теперь что? Теперь можем все перенести в одну сторону, да, то есть, так, всем все видно. Все перенести в одну сторону, и у нас будет 2х в квадрате минус 6х, сразу красиво запишу, а минус, а так, стоп, минус вот тут еще был, минус вот тут не забываем. Вот он, да, у нас остался минус. И вот теперь с плюсом все перейдет, будет плюс х плюс 2, больше или равно нуля. Так, подобное, значит, 2х в квадрате, здесь будет минус 5х плюс 2. Ну и теперь с помощью дискриминанта что? Понимаем, что здесь можно разложить тоже, скорее всего, на множители. Минус 5 в квадрате это 25, минус 4 умножить на 2 умножить на 2, 8, 16, значит, здесь будет 9, то есть, х1, х2 у нас равны, так, 5 плюс минус 3 делим на 4, тогда у нас получается 8 делим на 4, это 2, и 2 делим на 4, это будет 1 вторая. Значит, у нас 2 корня, 2 и 1 вторая, но мы не забываем, как бы, именно для решения самого, пока только этого неравенства без учета ОДЗ, что у нас х, равное 2, не входит в ответ, да, то есть, х не равно 2. Кстати, в предыдущем, возможно, тоже надо было, как бы, выколоть эту точку, но из-за того, что там ОДЗ как-то, на, типа, ладно, уже понятно было, что с ОДЗ и так все, грубо говоря, нам решение этого неравенства почти не нужно. Значит, мы можем это записать как 2 умножить на х минус 2 умножить на х минус 1 вторая, все это больше равно нуля. Если мы поделим обе части на 2, то суть у нас не поменяется. И здесь будет вот такая красота, значит, двоечку выкалываем, 1 вторая закрашенная, на нее нет никаких ограничений, да, и здесь будет вот таким образом. Почему? Потому что здесь плюс, минус, плюс, и у нас, конечно же, нужно, где неравенство больше равно нуля. Но возвращаемся к ограничениям и понимаем, что сила ОДЗ сразу с учетом ОДЗ, у нас все будет от минус бесконечности до минус 2. И пересечение у нас снова получилось именно само ОДЗ. Поэтому ответ в этом неравенстве от минус бесконечности до минус 2. Вообще, ребят, если у вас хотя бы, хоть где-то возник какой-то вопрос в плане сейчас решения неравенства, и вы не до конца понимаете, например, как раскладывать вот эти множители, да, или как здесь какие-то свойства логарифмов, да, у нас вот, собственно, получались, как-то мы так двойки все вынесли, так все классно получили, что это за модуль, как с ним работать, то, конечно, я вам очень рекомендую сейчас взяться за свою подготовку и эти все темы повторить с нуля. Сейчас именно у меня это возможно сделать на очень крутом, полноценном курсе Flash. Это последняя возможность посмотреть сейчас такие действительно важные, очень глубокие занятия по профильной математике, потому что потом остается только уже под конец года курс предбанник. Предбанник, кстати, между прочим, входит в подарок в курс Flash, поэтому курс Flash, он супер выгодный, очень крутой, и здесь действительно ты готовишься с нуля на нужный балл буквально за полтора-два месяца. Да, ребята, я сразу скажу, это будет нелегко, но если мы будем смотреть вебинары каждый день по нужной системе, по расписанию, то будет все круто. Какие у нас есть расписания? Всего именно у меня два. Первый – это поток с нуля на 80 баллов. Вот я уже нам выделила. Это получается для тех учеников актуально, у кого есть до сих пор проблемы с первой частью, также с задачами 12, 14, 15, 18. То есть это больше поток, где ребята не особо претендуют решать задачи 13, 16, 17. Но также будут доступны курсы в подарок, то есть не надо их отдельно покупать, курсу Flash. А если вы хотите набрать больше 80 баллов, и чтобы быть в них уверенными, например, у вас не очень получается 18 задача, вы хотите вместо нее, допустим, посмотреть другие курсы. Вот они вам будут доступны. Также есть поток на 60-100 баллов. То есть это больше актуально для продвинутых ребят, у которых уже все хорошо в первой части, и которые хотят, например, только смотреть уроки по второй части. Здесь в расписании как бы вшиты все занятия по 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 задачи. Но если вы что-то подзабыли из первой части, это не значит, что все, больше вы первую часть нигде не найдете. Конечно, я вам тоже дала здесь курсы в подарок по первой части. Они, например, там есть по текстовым задачам, по тригонометриям, ну, в общем, по всей первой части. Если где-то у вас есть вопросы, вы можете самостоятельно уже посмотреть. Просто это не расписано в расписании, вот. Это есть отдельно. И, как я сказала, самое интересное, курсу Flash идет в подарок предбанник. А предбанник – это легендарный курс повторения с нуля буквально за 9 дней до ЕГЭ, для того, чтобы вы просто все еще раз вспомнили, до конца осмыслили, пришли на экзамен и затащили его на высокие баллы. Но предбанник ни в коем случае не заменяет полноценные уроки по 2-2,5 часа, где мы как раз разбирали все темы с нуля, для того, чтобы ученики все это понимали. Вообще, курс состоит из записей. То есть здесь будут записи занятий, и вы можете посмотреть те, которые вам актуальны. Можете, например, некоторые не смотреть, если вы знаете эту тему. Соответственно, таким образом для вас прохождение курса Flash будет еще более комфортно. Также к каждому уроку есть рабочие тетради и конспекты занятий. И, кстати, записи занятий не только по 2-2,5 часа. Также еще, например, есть мини-ролики. Если вам удобно смотреть данное занятие, что-то типа раздробленное, по мини-роликам, то можете именно таким путем и идти. Кроме занятий, рабочих тетради и конспектов, у нас есть чат поддержки, персональный менеджер, онлайн-куратор, который будет помогать нам с вопросами по математике, и все остальные будут помогать с организационными вопросами. И еще будет отдельный телеграм-канал. Он будет называться, по-моему, ребят, курс Flash 2023. Там будет такая акулка, потому что моя мастер-группа – это акулы математики. Курс Flash, конечно, не исключение. Там вы будете держать коммуникацию со мной, с другими участниками, где можете задавать друг другу вопросы, если вам в каких-то других, скажем так, соцсетях не ответили наши помощники. Также это будет домашняя работа ко всем урокам, естественно, потому что без домашки будет, скорее всего, ребят, не усваиваться до конца та или иная информация. И вот эти дополнительные курсы, о которых я вам сказала, для потока с 0 до 80 по сложным задачам второй части, а для потока от 60 до 100 будут курсы по первой части. При всем при этом курс Flash стартует с 1 апреля. Если вы это видео смотрите до 1 апреля, думаете, чем бы вам заняться, ну или типа, ну ладно, 1 апреля запишу, а то что я до этого буду там делать. На самом деле я записала для вас курс по КИМ, контрольно-измерительного материала, то есть наше ЕК, как там оцениваются задачи второй части, как вообще выглядят первые части, какие здесь мы баллы можем получить, и как именно здесь выглядит структура, какие задачи я вам рекомендую решать первыми, вторыми, и вообще какие темы могут вам попасться. То есть это такой курс, которого на самом деле нигде еще не было, а вот курс у Flash найдет в подарок. И я думаю, для многих из вас, кто тем более, ребят, не особо хорошо разбирается в критериях и так далее, я думаю, будет очень полезно. Так что рекомендую прямо сейчас написать кодовое слово скорость сообщения группы, чтобы забронировать за собой место, и чтобы мы вместе с помощниками помогли именно тебе выбрать нужный поток, потому что, возможно, ты себя недооцениваешь и думаешь, что тебе нужен поток с 0 до 80, а возможно, уже пора перейти на поток 60-100, а первую часть только посмотреть курсы, которые будут там же в подарок. Или наоборот, кажется, что вот, я уже всю первую часть знаю, а пройдешь тестирование входное и увидишь, что, ну вот, допустим, минимум 4-5 ошибок в первой части, это много. Значит, скорее всего, нужно записаться на поток с 0 на 80. Ну и теперь давайте посмотрим на следующие задачи. Задача под номером 3 из Ященко. Она представлена в 11 варианте, и, кстати, именно ее мы недавно с мастерами решали. Ребята, кстати, в наших занятиях, собственно, да, действительно есть и задачи с прошлых лет ЕГЭ, и задачи с нынешнего сборника Ященко, и также иногда встречаются задачи из отграды Ларина, если я понимаю, что они актуальны будут для вас. Так что, скорее, пишите кодовое слово скорость в сообщении группы, чтобы я вам подробнее рассказала о том, как записаться ко мне, и как теперь вместе со мной обучаться математике. А теперь посмотрим на эту задачу. Мне она очень нравится, потому что, ну, мне кажется, многие из вас тоже явно увидели замену. Хоть она и непривычная, но красивая. Итак, пишем 14-ю задачу. Значит, тут 4 в степени х минус 5 умножить на 2 в степени х. Все это в квадрате. Минус 20 умножить на 4 в степени х минус 5 умножить на 2 в степени х. Все это меньше или равно 96. Вот. Тут я вижу, что вся эта скобка, она такая же, как эта скобка. И, значит, могу сказать, что пусть т это 4 в степени х минус 5 умножить на 2 в степени х. Многие знают еще даже, ну, даже не просто со школы, а если смотрели и мои занятия, что у нас показательная функция, она типа всегда больше нуля. Поэтому, если мы заменяем какое-то вот т берем с улицы, да, и говорим, что она, это т является показательной функцией, то мы должны как бы сказать, что т больше нуля. Но тут разность. И разность сейчас при каком-то определенном значении х, я пока не знаю точно, но может быть разной. То есть, либо здесь, например, будет число 16, а тут, соответственно, будет, видите, опять минус, опять умножить на, значит, здесь будет 2, ну, допустим, число, которое будет больше, чем 16. Значит, здесь может быть отрицательное значение. Или наоборот, если здесь х будет поменьше, то, возможно, здесь будет у нас положительное значение. То есть, нам нужно быть аккуратными именно в этом случае, потому что это разность двух каких-то положительных чисел, и она может быть либо отрицательной, либо положительной. То есть, здесь никакие ограничения на т мы не делаем. Поэтому просто заменяем, и что получаем? Получаем т в квадрате минус 20т, 96 перенесем минус 96, все это меньше или равно 0. Ну, идеально. То есть, мы сейчас можем с вами просто решить данное квадратное уравнение. Кто, ребят, не любит решать похожие уравнения, да, может, либо сейчас с помощью дискриминанта, либо с помощью теоремы Бигетта. Есть вероятность, что очень неплохо мы что-то получим по теореме Бигетта. Давайте посмотрим. Первый корень плюс второй равно 20, первый умножить на второй равно 96. Вначале давайте посмотрим на 96. Значит, на какие можно разложить? 96, например, если мы поделим на 2, это у нас будет 4 и 8, 48. А если на 4 поделим, то есть 48 еще на 2 делим, вот, что-то похожее. Так, ну, в общем, 96, если мы делим на 4, значит, у нас будет 2, 16, это 4. Так, стоп. 9 мы делим на 4. Это будет 2. Да, прекрасно. Значит, остается 16. Все. В общем, это будет 24 и 4. Правильно же я все говорю? Да. Только как именно? Здесь вычитается, так, здесь, наверное, должно вычитаться 20 минус 4, а здесь вот минус. Вот, минус не прописала. То есть, t1 равно 24, а t2 равно минус 4. Подвисаю, ребят, подождите. Да, все верно. Значит, теперь это неравенство можно записать как t минус 24 умножить на t плюс 4. Все это у нас меньше или равно 0. Теперь мы вроде как должны решать относительно t. Но я не рекомендую, рекомендую сразу подставить, потому что там будет вторая еще замена в силу того, что у нас есть 4 в степени x и 2 в степени x. То есть, смотрите, сейчас подставляем вместо t получаем 4 в степени x минус 5 умножить на 2 в степени x. Да, это все наше t. И остается минус 24. Умножить на 4 в степени x минус 5 умножить на 2 в степени x плюс 4 меньше или равно 0. И вот теперь мы делаем еще одну замену. Чтобы у нас это неравенство выглядело проще, мы его разложили на множители. Мы уже через эти множители, как бы через эту новую переменную решили, а потом перешли к более простому показательному неравенству. Какую мы здесь замену можем сделать? Вот давайте пусть теперь y равно, как мы видим, 2 в степени x. Но y теперь больше 0. Если вы это не пропишите на y, будет ли это ошибка? Ну, вообще, если вы это учтете при обратной замене, это не будет ошибкой. То есть, если вы... Потому что на самой x ограничений здесь нет вообще. В показателе степени реально может быть любое число. Ну, так вот. Но для показательной функции это важно. Потому что положительное число в любой степени, оно действительно больше 0. 4 в степени x – это что? Это 2 в степени x еще в квадрате. То есть, как раз мы получаем y в квадрате минус 5y минус 24. Снова квадратное. Видите, выражение получили. И тут y в квадрате минус 5y плюс 4 меньше или равно 0. Давайте у каждого найдем корни. То есть, у этого у нас что будет? Это, кстати, можно даже делать на черновике. Это что я прописываю. Ну, допустим, 1 плюс 2 равно 5. 1 умножить на 2 равно минус 24. Вообще, будут ли здесь корни? Сейчас посмотрим. И тут что мы получаем? Получаем y1 плюс y2 равно 5. y1 умножить на y2 равно 4. Ребята, если вы не любите ремьевьеты, вы сейчас не понимаете, что я делаю, да? То можете спокойно через дискринансы все посчитать. По-моему, здесь будет 8 и 3. Только минус... Нет, 8 и минус 3. Вот давайте как раз проверим. y1 равно 8, а y2 равно минус 3. 8 минус 3 будет 5. 8 умножить на минус 3 будет минус 24. Прекрасно. А здесь самые легкие корни, которые могли получить. y1 равно 1. И y2 равно 4. 1 умножить на 4 это 4. 1 плюс 4 это 5. Во-хоу! Значит, мы эти две скобки можем теперь записать как 4 скобки. Просто теперь мы разложили все на множители. Тогда получаем y минус 8 умножить на y минус минус 3. Это плюс 3. умножить на y минус 1, умножить на y минус 4. Все это меньше или равно 0. Так, теперь мы видим корни. Сразу их можем расставить. Собственно, мы их и получили. Самые меньшие это минус 3. Закрашенные. Дальше идет единичка. Потом идет вот здесь четверка. Получается, да? Когда мы приравниваем к нулю. И здесь идет 8. Это все ось y, да? Ну, потому что это переменная y. И теперь мы расставляем знаки. Когда мы знаем этот метод, идеально расставятся знаки, потому что перед каждым y у нас стоит плюс, поэтому в крайнем правом промежутке будет плюс. И так как сейчас все множители у нас представлены в первой степени, везде будут знаки чередоваться. То есть плюс, минус, плюс, минус, плюс. Нам нужно то, что меньше равно 0. Меньше равно 0 у нас вот отсюда вот досюда и отсюда вот досюда. Но мы не забываем, что у нас y больше 0. Но, ребят, реально, когда вы сделаете обратную замену, это не сильно скажется на ответ. То есть, если по-честному. Потому что вы и так там поймете, что у вас 2 в степени x. Она больше, чем минус 3 при любом x. Поэтому x был бы от минус бесконечности. Но я все равно это пропишу. Это для корректности и красоты. Больше для корректности. То есть у нас в итоге сейчас y. Первый – это от 0 до 1. А второй – от 4 до 8. А вот теперь переходим к обратной замене и решаем уже эти простейшие двойные неравенства. То есть мы знаем, что у нас так. y – это 2 в степени x. Потому что, ребят, это еще не ответ, да? У нас все-таки x нужно найти. А то некоторые это в ответ еще могут записать. 2 в степени x больше 0, но меньше или равно 1. Здесь 2 в степени x больше или равно 4, но меньше или равно 8. Тут очень важный момент. Вот это вообще нам нужно записывать, вот когда мы уже перешли к замене. Вот в этом и есть весь прикол. Так как у нас 2 в степени x больше 0 при любом x, какой бы мы ни подставили, мы это условие откидываем. То есть можно так и сказать, выполняется при любом x. Если вы, ребята, не пропишите, ничего страшного. Просто сразу пишите 2 в степени x меньше или равно. А единица – это 2 в какой степени? Это 2 в нулевой, да? Мы любим, когда у нас показательное неравенство имеет одинаковое основание в левой и в правой частях. И здесь аналогично. 2 в степени x больше или равно 4 – это 2 в квадрате, а 8 – это 2 в третьей степени. Ну и так как у нас 2 больше единицы, мы отбрасываем двойку, но не меняем знак неравенства. Но если бы была, например, одна вторая, мы бы поменяли. Тут бы уже был больше равно знак, тут больше равно знак, тут больше равно знак. То есть будьте внимательными. Здесь остается x меньше или равно 0, а тут x от 2 до 3. Как это выглядит на числовой оси? Если, ребят, кому-то нужно, можете это показать, но на ЕГЭ это делать не обязательно. Это я для вас больше записываю. Кто не видит, как сразу записать ответ после этих простейших неравенств. То есть здесь от минус бесконечности до 0 и вот так вот, да? От 2 до 3. Все ли корни сейчас входят в ответ? Или у нас здесь все-таки были какие-то ограничения? Ребят, именно здесь вообще не было никаких ограничений, да, потому что это показательная функция. Поэтому здесь все хорошо. А почему здесь не надо пересекать? Еще такие вопросы встречала, потому что, ребят, у нас здесь была совокупность из этих двух решений. То есть они оба являлись решениями, эти два промежутка, для y. Значит, они оба являются решениями и для x. Пересекаем мы одз с решением. Или вот ограничения мы пересекаем с нашим решением, потому что, типа, это ограничивает наше решение. А само решение уже, которое и там, и там может быть, мы, конечно, не пересекаем. Поэтому ответ у нас будет от минус бесконечности до 0. И от 2 до 3. Отлично. Идем дальше, решаем задачу под номером 4. Четвертая задача из 12-го варианта очень похожа на предыдущую. Но здесь, наверное, что-то надо будет сделать. Так. Вот тут, кстати, есть в этом загвоздка. Многие могли подумать, что, ой, надо, наверное, все абсолютно раскрывать. Но я не советую, я советую, наоборот, что-то вынести вот здесь у этих двух за скобку. В общем, вначале все перенесем в левую часть, а потом что-то вынесем за скобку и снова сделаем такую необычную замену. И, возможно, легко решим. Опять же, мои хорошие, если вы понимаете, что вы поняли предыдущее неравенство, или, наоборот, даже если чуть-чуть не поняли, попробуйте решить вот это самостоятельно. А потом вместе со мной проверьте в конце ответ и также свое оформление решения. Пишем 14-я задача. И здесь у нас будет 25 в степени х минус 4 умножить на 5 в степени х. Это в квадрате. Плюс 8 умножить на 5 в степени х минус 2 умножить на 25 в степени х. А сразу минус 15 принесу, меньше 0. Вот здесь давайте-ка мы минус 2 вынесем. Вот тут пока оставим 25 в степени х минус 4 умножить на 5 в степени х. Это в квадрате. Минус 2 вынесем, но тут останется 25 в степени х. А здесь, когда мы минус 2 вынесем, то есть мы у этих двух слагаемых выносим минус 2, у нас останется минус 4 умножить на 5 в степени х. То есть я специально, наоборот, записала, чтобы выглядела скобочка так же, как та, которая в квадрате, чтобы была идеальная замена. Ну и минус 15 меньше нуля. Как в предыдущем примере, пусть t равно 25 в степени х минус 4 умножить на 5 в степени х. Ограничений на t пока нет никаких, да? И тогда получаем t в квадрате минус 2t минус 15 меньше нуля. Ну и опять же, я думаю, здесь уже полегче воспользоваться теоремой Виетта, чем когда там 96 всякие были, мозг так немножко плыть начинает. Так, t1 плюс t2 равно 2, равно 2, и t1 умножить на t2 равно минус 15. Ну, наверное, 3 и 5, потому что 3 на 5 будет 15. Но t1, если равен 5, то t2 будет равен минус 3. Почему? 5 минус 3 реально 2, а 5 умножить на минус 3 минус 15. Тогда мы теперь данное неравенство можем записать как t минус 5 умножить на t плюс 3. Все это меньше нуля. Теперь решаем его? Я думаю, нет, потому что у нас все-таки еще одной заменой пахнет. Поэтому мы сейчас просто подставим наше t и сделаем обратную замену, а потом как бы внедрим новую замену. Значит, вместо t подставляем 25 в степени х минус 4 умножить на 5 в степени х. 25 в степени х минус 4 умножить на 5 в степени х минус 5 умножить на 25 в степени х минус 4 умножить на 5 в степени х плюс 3 меньше нуля. Теперь пусть у равно 5 в степени х. И вот здесь уже мы знаем, что у больше нуля. Кстати, еще от моих учеников был вопрос, Адель, а можно ли делать замену такой же буквы, как до этого? Ну, ребята, будет некорректно. Мы только что заменяли t на одну функцию, а теперь та же t, только другая функция. Здесь может возникнуть путаница, поэтому лучше другую переменную взять. Здесь получается у нас 25 степеней х, просто y в квадрате минус 4y. Ну, ребят, знаете, мне кажется, после этого урока грех просто не знать теорему Виетта. Минус 5 умножить на y в квадрате минус 4y плюс 3 меньше нуля. Так, значит, сумма равна 4 просто, да? y1 плюс y2 равно 4, и произведение равно минус 5. И второе, y1 плюс y2, y1 умножить на y2. Получаем здесь противоположным знаком, поэтому 4, а здесь со своим знаком, то есть 3. Ну, ребят, тут вообще издалека видно. y1 будет равен 1, y2 будет равен 3. Проверяем себе, 1 умножить на 3 это 3, и тут, когда складываем, будет 4. А здесь будет у нас 5 минус 1, да? То есть y1 будет 5, y2 будет минус 1, потому что 5 минус 1 это 4, и 5 умножить на минус 1 это будет минус 5. И вот теперь мы вместо тех двух скобочек записываем 4 скобочки. То есть будет у нас y минус 5 умножить на y минус минус 1 плюс 1, y минус 1 и y минус 3. Знак строгий, меньше нуля. Раз строгий, значит, у нас будут все корни выколотыми. То есть это y, самый меньший минус 1, потом единичка, потом вот здесь троечка и здесь, собственно, пятерочка. Теперь перед всеми y, да, стоит плюс, поэтому здесь будет плюс, а дальше чернование. Плюс, минус, плюс, минус, плюс. А берем то, что меньше, вот это и вот это. Но в силу того, что y больше нуля, мы все-таки, ребята, этот момент обозначим, тем более мы его прописали. И, значит, теперь у нас как бы в минус не выйдет, да, потому что это показательная функция. Остается, что вот это решение, то есть y от нуля до единицы. А вот здесь, видите, все будут корни выколотыми. А тут y от 3 до 5. Делаем обратную замену. y это у нас что? 5 в степени x. И тогда получаем 5 в степени x больше нуля, но меньше единицы. 5 в степени x больше 3, но меньше 5. Вот это, опять же, выполняется при любом x. Выполняется при любом x. Тогда перепишем 5 в степени x меньше единицы, это 5 в степени 0. А вот тут поинтереснее ситуация. Давайте пока так перепишу. 5 в степени x меньше, чем 5 в первой. А вот тройку, вот так просто, да, мы не можем представить, как, например, 3 в квадрате, это 9, это не будет 5. 3 в первой, это 3. Тогда какое там будет число? Логарифм. Тут мы должны вспомнить, что абсолютно любое число мы можем представить, как нужное нам основание в степени логарифма по тому же основанию. И это число у нас уйдет в аргумент. Это основное логарифмическое тожество. Поэтому сейчас тройку представим как 5 в степени логарифма по основанию 3 от 5. Все это меньше. И вот, собственно, вот так. Ребята, не пугайтесь, это вторая часть, и там могут быть такие ответы. Это еще, я бы сказала, красивый ответ у нас. Здесь, так как 5 больше единицы, мы от пятерок избавляемся, и знак неравенства опять не меняем. Но всегда это себе проговариваем, потому что, ребята, в один прекрасный день может встретиться задача, где будет какая-нибудь 1 пятая, и вам нужно будет поменять знак. Значит, х меньше нуля, а здесь х больше, но меньше логарифм по основанию 3 от 5, и тут единица. Если сразу, ребята, тяжело записывать вот в таком виде ответ, смотрим, как это выглядит на числовой прямой оси х. То есть от минус бесконечности до нуля, и от логарифма по основанию 3 от 5 до 1. Так, все же верно. Сейчас, секунду. Или что-то пошло не так? Ой, не 3 от 5, а 5 от 3. Ну, а почему я так решила записать? Потому что так, видимо, красивее выглядит. 5 от 3. Вот. Конечно, уж логарифм по основанию 5 от 3, он действительно меньше, чем единица. Поэтому здесь и стоит. Ну, и, собственно, вот так мы и прописываем. Так что, ребята, вам бы образцово-показательная ситуация, как надо за собой следить. Кстати, если бы я нечаянно в ответе записала логарифм по основанию 3 от 5, мне бы вышли 1 балл. Что не очень приятно. Так-то я все правильно решила, да? Поэтому мы за собой следим. И ответ в этой задаче от минус бесконечности до нуля и от логарифма по основанию 5 от 3 до 1. Ну что, мои хорошие, надеюсь, для вас этот разбор был максимально полезен, максимально интересен. Я все так же вам напоминаю, что можно подписаться на мой телеграм-канал, называется «Терпим и чертем с Аделей», где мы действительно терпим, но при этом решаем математику и идем к своим высоким баллам. И, как я уже говорила, там в закрепе, если потыкать, есть много всего полезного, и вы сможете на это все, собственно, посмотреть. И если, ребят, у вас все так же остались вопросы, так, как сейчас готовиться, куда там написать, чего сделать, в описании под видео есть ссылка на нашу группу ВК, куда вы можете написать кодовое слово «Скорость», и там мы на все вопросы по поводу математики ответим и по поводу того, что именно сейчас для вас будет актуально в плане подготовки. А вам я желаю успехов, желаю, чтобы, ребят, все у вас получалось, чтобы вы все задачи решали на максимум, чтобы вы их делали в легкости, и чтобы вы всегда помнили, что будет логарифм по основанию 5 от 3, а не логарифм по основанию 3 от 5, и чтобы про эти моменты не будете забывать и будете внимательно за этим следить. До встречи на следующих уроках. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok